Теперь ученикам 131-й гимназии не придется стоять в очередях в столовой или бежать на перемене в соседний магазин, чтобы перекусить булочкой или соком. Сегодня в стенах учебного заведения пополнение. Новенький постамат. Аппарат долгожданный, поэтому в гимназии праздник. В первое время в постамате на 23 ячейки будут доступны 18 позиций. Фруктовые, батончики, печенье, сок, вода, выпечка и не только. Заказ сделать проще простого, формат онлайн. И в течение часа пакетик с перекусом уже будет лежать в ячейке. Настраиваем все основные позиции, чтобы можно было с сайта уже оформить предварительный заказ, заказ в моменте. Общую работу сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. В принципе тут все автоматизировано. В дальнейшем планируют пополнять и менять ассортимент в зависимости от предпочтений школьников. Один из главных критериев – никаких вредностей, тем более фастфуда. Кстати, установить такие аппараты предложил комбинат школьного питания. Было такое желание, чтобы все-таки сохранить концепцию здорового питания. Поэтому мы сделали возможность, что родители могут внутри у себя отфильтровать те позиции, которые ребенок имеет право заказать. То есть если родители не хотят, чтобы ребенок брал, допустим, шоколад, то они ставят галочку, и шоколад не будет доступен к заказу. Директор гимназии 131 уверен, умная установка также разгрузит и очереди в столовой. Плюсом к тому, каждый перекус будет проходить тщательный контроль. Каждый продукт, он в индивидуальной упаковке, и получается здесь, что не нарушена она. Я знаю, что не попадет туда ни пыль, ни грязь. Для нашего региона такой формат питания в новинку. Однако во многих школах других крупных городов России, возьмем, к примеру, Москву, мобильный перекус довольно давно и успешно вписался в школьные будни учеников. К слову, многие учебные заведения нашего региона охотно поддержали нововведение. Думаю, нашим школьникам это очень сильно понравится. Ну и, конечно, в будущем мы планируем у себя поставить такой же буфет. Протестировали работу нового аппарата, и школьники. Ребятам все понравилось. Через приложение, через сайт можно заказать еду буквально в 4 клика. И в течение часа можно забрать свой заказ по мере готовности. В начале сентября, с учетом мнения мам и пап учеников, здесь планируют утвердить точное меню. В свою очередь, директор комбината школьного питания Сергей Косых отметил. Умные установки появятся еще в трех барнаульских школах. Но это уже в следующем, учебном году. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.